С выше 6 тонн груза, неделя пути и почти 6,5 тысяч километров. Из Ангарска отправилась очередная партия гуманитарной помощи. На этот раз медикаменты, оборудование, продукты и другие вещи получат госпитали Курской области. Наши земляки не только передадут все необходимое, но и поддержат бойцов морально с помощью музыки. Репортаж Андрея Иванова. Ангарс вместе со всей страной продолжает помогать, поддерживать наших земляков, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции и в Курской области. Вот сейчас формируется очередная колонна, которая совсем скоро, буквально через несколько минут отправится в Курск. Здравия желаю, наш поклонник. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, куда колонна, что в нее входит, формируется груз? Мы согласовали и решили от имени наших ветеранов Иркутской области отправить все в госпиталь. Это идет в Курск по госпиталям. Это медикаменты, это белье, это сладости, мед, сухофрукты. Это все то, что сегодня требуется в госпитале. А кто повезет это все? Есть такой Денис, человек хороший парень. Вот и водитель Сергей, вот я с ними договорился. Они прямо своим ходом из Ангарска едут туда? Они прямо своим ходом из Ангарска едут туда. Не ближний путь? Не ближний путь. Туда едут наши офицеры. Вот друг мой, Вячеслав Николаевич Петряев, с которым мы организовали это. Вячеслав Николаевич тоже едет? Да, Вячеслав Николаевич тоже едет. Вот их три человека на другой машине. Едут прямо туда. То есть две машины. Одна машина, которая идет, и вторая сопровождение. Едем от всей души, везем нашим бойцам, чтобы они выздоравливали, чтобы с победой быстрее возвращались. Даже детские сады есть и так далее. Поэтому принято решение было месяц назад Сергеем Анатольевичем отправить груз туда. Мы начали этим делом заниматься. Вот Василий Иванович нам с друзьями, вот Денис наш друг, помог с машиной. Вот, поэтому выезжаем. Вы туда едете прямо до конца? Да, я еду сопровождать этот груз по госпиталям, согласованно с мэром района. Пропуска нам оформляется, там все как положено. Закрытый город сейчас, Курчатов. Вот, и одновременно мы еще взяли с коллектива сооруженство, значит, девушка с нами едет. Мы небольшие концерты сделаем в госпиталях. То есть вы еще будете выступать? Да, в госпиталях и для местных жителей, чтобы передать привет от сибиряков ангарчан, чтобы поддержать наших ребят перед Новым годом. Вот, и с девизом «Своих не бросаем, когда мы вместе, мы непобедимы». Ваша любимая гитара с собой? Да, в машине укомплектованная. Особые слова благодарности хочу сказать своему другу, члену общественной палаты, Расулу. Более 200 тысяч, а даже, наверное, еще более, вот, диаспора собрала на обеспечение госпиталей, поэтому мы с Русланом более 12 лет дружим, и сын вместе со мной его едет сопровождать. А, даже так у вас? Семейный подряд. Так точно. Да, да. Поэтому, скажите, пожалуйста, 200 тысяч, немалая сумма, быстро собрали? Проблемы были? Проблем нету. Собирать это, я хочу благодарить тажистскую диаспору, да, тажистский народ, которые живут, работают здесь. Они с удовольствием приняли участие, и более 200 тысяч, ну, собрали. Только сейчас было 173, уже 200 тысяч. То есть идет, да, по-настоящему? Идет, да, по-настоящему. Но они, самое главное, что мы вместе, самое главное. Защитником России 6-й В-класс, средняя школа номер 11, города Ангарска, посылка солдату. Здесь буквально на каждой посылке есть своя надпись от, буквально от каждого класса, который есть в нашем городе. Это не может не впечатлять, и это трогает. Боевой дух нужно поддерживать сегодня всей России вместе. Поэтому хотим пожелать путь, чтобы был безопасный, такой настоящий до наших тех границ, чтобы доехали спокойно, все сопроводили ваш груз, и ребята дождутся в ближайшее время. Поэтому давайте всем привет передадим, пожелания выздоровления раненым, жизни нашим бойцам и все, кто сегодня участвует в спецоперации. Нашим мальчишкам нужна наша помощь и поддержка. Поэтому силы духа им, здоровья. Ждем всех с победой, живыми и здоровыми. Если уж что-то происходит с ранениями, то наша задача всем помогать, то, что сегодня и происходит. Поэтому всем удачи!